Прямо сейчас о происшествиях, которые случились в регионе за минувшие сутки. Людоед из Тазовского района получил по заслугам. Накануне суд вынес ему обвинительный приговор за события, которые произошли в марте этого года в Гассале. Там 32-летний Владимир Ядне во время застолья устроил поножовщину с хозяевами, которые скончались от полученных ран. Известно, что позже преступник срезал с убитых плоть и употреблял ее, запивая алкоголем. Но этого мужчине оказалось недостаточно. Он заглянул еще к одному местному жителю, с которым тоже расправился. В ходе следствия преступник симулировал психическое расстройство, пытаясь избежать ответственности. Но в его игру эксперты не поверили. Суд назначил ему пожизненное заключение. В Сургуте завершено следствие по громкому делу о поджоге. ЧП случилось еще в марте этого года. Тогда обвиняемый поссорился с двумя комендантами из-за того, что не оплатил проживание и нарушил правила общежития. Злоумышленник решил совершить убийство женщин. Он поджег матрас, хранившийся в коридоре общего пользования. Рассчитывал, что от задымления обидчицы задохнутся. Однако его план был нарушен. Пожар заметили соседи и забили тревогу. При эвакуации из здания 9 жильцов получили различные травмы. Часть общежития полностью выгорела. Ущерб составил порядка 100 миллионов рублей. Обвиняемый находится под стражей, но свою вину так и не признал. Уголовное дело направлено в суд. В Егорске сгорел любимый всеми рыбаками и охотниками магазин. Пожар случился ночью и полностью уничтожил строение. Звонок в дежурную часть поступил около пяти утра. Пожарные расчеты прибыли на место через считанные минуты. К этому моменту огнем уже было объято 150 квадратных метров кровли. Огонь локализовали быстро, но проливка конструкции продолжалась еще несколько часов. Пострадавших и погибших при пожаре нет. В настоящий момент причины ЧП устанавливаются. А егорские рыбаки и охотники оставляют в социальных сетях десятки комментариев со словами сочувствия и поддержки владельцам магазина. В Тюмени мошенники обманом отняли у пенсионерки-инвалида 100 тысяч рублей. Заявлением в полицию обратилась ее родственница, которая рассказала, что преступница позвонила 78-летней пенсионерке и, разыграв из себя ее заплаканную дочь, попросила подготовить деньги. Под воздействием эмоций пожилая женщина согласилась передать сбережения некому мужчине, который должен был за ними прийти. Позже пенсионерка, осознав подвох, позвонила родственникам и сообщила о произошедшем. Мошенникам грозит до пяти лет лишения свободы. В Новом Уренгое очевидец увидел забавный случай, мимо которого не смог пройти и заснял на камеру мобильного. На кадрах видно, как из окна на третьем этаже свешивается веревка, сделанная из постельного белья. По самодельному изделию лихо и бесстрашно спускается некий мужчина. Что побудило его к столь отчаянному поступку, неизвестно, но пользователи соцсетей выдвинули свои догадки. Самой популярной версией стало и то, что это любовник, которого застукал у своей жены внезапно вернувшийся муж. Напомню, стать мобильным репортером в рубрике «Происшествия» может абсолютно каждый. Если вы были свидетелем чрезвычайной ситуации и смогли заснять происходящее на камеру мобильного телефона, фото и видео оставляйте в официальных группах телеканала. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok